Опавшие листья, разбитое стекло, приличный слой пыли и зимняя резина – все говорит о том, что это авто владельцу больше не нужно. Возле дома по адресу улицы Островского, дом 12, оно стоит уже продолжительный срок. На данный момент здесь ведутся работы по прокладке кабеля. Подрядчик решил в прямом и переносном смысле обойти трудности. Рабочие вырыли траншею, обогнув автомобиль. Колеса спущены, засыпаны листы. Что с ним можно сделать? Надо эвакуировать, если он никому не нужен. Ужасно. Тем более, он уже, по-моему, никому не нужен, судя по колесам. Он даже мешает ремонту, да, я так понимаю? Вообще плохо, конечно, что же. Ни хозяев, ни что. Да, все уже разбитое. Должны, наверное, хозяев все-таки отвечать за свое имущество. Почему машину не отвезли на штрафстоянку из-за парковки в неположенном месте – вопрос. Номера с автомобиля не сняли, поэтому определить, кто является владельцем транспортного средства, несложно. Данная машина, которая уже там порядка трех лет находится, не дворовая территория, а старца дома по улице Островского, дом 12. И подрядчик, конечно, он просто поленился оформить необходимый документ на ее эвакуацию и перестановку в другое место. Ну, в районе 30 метров он просто по неведении данную траншею прокопал в рамках договора прокладки кабеля. И он будет, конечно, наказан. Если автомобиль мешает, к примеру, проведению ремонтных работ или, как в данном случае, находится на инженерных коммуникациях, машину обязаны переставить. Если в вашем дворе стоит брошенный автомобиль, необходимо обратиться в органы местной администрации и рассказать о существующей проблеме. Владельцы авто уведомляют о том, что необходимо убрать транспортное средство. Если владелец не принимает мер, то автомобиль эвакуируется и место освобождается. Если номер есть на данном транспортном средстве, то через ГИБДД, через реальное управление уточняет хозяина транспортного средства, ну и потом проводит с ним работу. Если же номера нет, в этом случае затруднено поиск данного автомобиля. Бесхозные автомобили представляют опасность для экологии города. Из двигателей в почву попадают опасные технические жидкости и материалы. Также брошенные авто могут мешать проезду скорой помощи или пожарной машины. Зачастую брошенный автомобиль становится местом игр подростков или притоном для лиц без определенного места жительства.